Таджикистан Республики Таджикистан объявил о дате начала священного месяца Рамазан. В этом году, по крайней мере, для жителей Таджикистана, священный месяц Рамазан наступит 17 мая, считает официальное духовенство. На основании данных Института Астрофизики АНРТ в 29-й день месяца Шаубон 15 мая по Григорианскому календарю в 16 часов 48 минут произойдет астрономическое событие – появление нового месяца. Однако, по утверждению астрофизиков, наблюдать за этим событием на территории Таджикистана не предоставляется возможным, сообщает информационное агентство Азия Плюс со ссылкой на Совет Улемов. Кроме того, Совет Улемов еще определил и окончание месяца Рамазан. То есть, последний день поста – 15 июня, а 16 июня объявили праздником Иди Рамазан. Следует заметить, что согласно не только Ханафитскому, но всем четырем мазгабам, начало месяца Рамазан определяется непосредственным видением нового месяца, не учитывая астрономические расчеты, которые дозволены лишь при вычислении времени пятикратной молитвы, а также ифтара и сухура. По этой причине практически все арабские и мусульманские страны в мире последние дни Шабана и Рамазана проводят в исследовании неба для определения начала и конца священного месяца. В последние годы к осознанию этого приходят и мусульмане на постсоветском пространстве, как бы ни пытались чиновники от религии с подачей тиранов и колонизаторов вернуть советскую практику на значение даты начала и конца священного месяца. Власти Туркменистана обязали граждан пользоваться исключительно машинами белого цвета. Об этом сообщает издание Хроники Туркменистана. С начала 2018 года полиция начала отлавливать на дорогах машины других цветов. Однако до марта у автовладельцев было время перекрасить свои машины или перепродать их в другой регион. К 25 мая, когда отмечается день Ашхабада, на дорогах должны остаться только белые автомобили. Напомним, что белый является любимым цветом главы государства Гурбангулы Берды Мухамедова. Машины прочих цветов просто перестали ставить на учет. Из-за возникшего ажиотажа цены на перекрашивание резко выросли. Средняя стоимость покраски составляет 18 тысяч монатов 5143 доллара по официальному курсу. В небольших частных автосервисах покраска обойдется значительно дешевле, но ее качество будет хуже. Напомним, что еще в 2015 году в стране вступил в силу негласный запрет на ввоз автомобилей черного цвета. Туркменские журналисты считают, что причина такого решения заключается в суевериях и самодурстве Берды Мухамедова. Национальный банк Таджикистана ввел изменения в нормативно-правовые акты по денежным переводам. Об этом пишет информационное агентство «Азия Плюс» от 7 мая. Жительница Таджикистана обратилась к журналистам, рассказав о том, что просто хотела отправить в Украину своим родственникам деньги. Но во всех банках, куда она обращалась, получила отказ. В банках сказали, что получили инструкцию Нацбанка о не принимать денежные переводы, предназначенные физическим лицам с гражданством другой страны. То есть, гражданин Таджикистана не имеет права отправлять деньги лицам, которые не являются гражданами Таджикистана, сказала она. НБТ в марте текущего года принял новые поправки о порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов. Согласно новым поправкам, физические лица резиденты РТ могут без открытия банковского счета переводить валюту на сумму до 1750 показателей для расчетов 87,5 тысяч самони в пользу резидентов РТ. До этого можно было осуществить перевод на сумму до 28 тысяч самони. Однако осуществить аналогичную операцию гражданами Таджикистана в пользу лиц, не являющихся гражданами республики, не разрешается. Согласно инструкции НБТ, денежные переводы резидентам в пользу нерезидентов разрешаются лишь в исключительных случаях. О мотивах такого решения нацбанка пока никаких официальных заявлений сделано не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова